Праздник Пасхи Христос воскрес! Давайте воздадим ему большие аплодисменты, Господу! Слава Царю! Слава Царю! Благодарим тебя, Христос наш воскресший! Аминь! Друзья, ну что, поприветствуйте друг друга, присаживайтесь в любви. В праздник Пасхи Многие нарядные, и это хорошо, когда вы нарядные. Вообще в церковь, а уж тем более в Пасху. Эдуард Георгиевич даже с галстуком, меня он прям задел до глубины души. Приветствую всех, друзья, кто смотрит нас онлайн в праздник Пасхи. Сегодня у нас великий праздник, действительно великий. Знаете, наша церковь претерпела много трудностей, конкретно наша община, я имею в виду даже не церковь, да и церковь в том числе, церковь Христа. Но наша община последние два с половиной года переживала такие трудности. Нас и закрывали, и судили, и угрожали, и били-колотили, и что только не делали. Причем разные люди, разные. Нельзя сказать, что это только была одна какая-то категория людей. Но, вы знаете, в церкви есть сила воскресшего Христа. Церковь это не земная организация, это его организация. Организация небес. И люди всегда на протяжении истории воевали с церковью, не понимая, что они воевали с самим Христом. И сегодня, знаете, на земле тренды тоже пошли какие-то в сторону какого-то обогащения, в сторону того, чтобы просто быть богатым, успешным, и люди обманули сами себя. Но, друзья мои, загадка воскресения Христа, она так и остается загадкой. Поэтому я хотел как раз сегодня поговорить на эту тему. Загадка воскресения Христа. Поймите, вот воскресение Христа это мистерия. Мистерия это слово с древних каких-то языков, там греческого, латинского, обозначает глубокая тайна. Люди всегда хотят все сделать логичным. Они пытаются своим умом обмануть Бога. Или даже говорят, что Бог тебя просто нет, мы сами себя сделаем счастливыми. И в результате попали в эту глубокую ловушку. Я всегда говорю, знаете, как в той шутке, пациент, вскрытие показало, что пациент умер от результата вскрытия. И вот люди, они так живут. Они таким образом, как будто бы обманули Бога, но обманули сами себя. И сегодня люди мыслят категории такой, что если я стану богатым, красивым, обеспеченным, тогда у меня все будет хорошо, и я по-настоящему, по-настоящему обрету человеческое счастье. Но смерть никуда не девалась, смерть никто не отменял. И умы человеческие так и не смогли решить проблему смерти. Тогда они ее стали игнорировать. Люди, игнорируя церковь, игнорируют, по большому счету, понятие смерти. Люди потеряли уважение к смерти, как таковой. И это жутко, потому что кладбище наше становится все страшнее по какой-то причине, а похороны все быстрее, и люди пытаются забыть тех, кто был до нас. Но когда мы только начинали, видели эту черту, 1933 год, это время церкви, когда начинается время новой эпохи, когда появилось Царство Божие. И Царство Божие, это не пища и питье, это не гидианизм, желание как-то обогатиться. Царство Божие, это пребывание в другом измерении. Слава Богу за Голливуд сегодня. Ну, в этом смысле. Что они способны как-то воспроизвести какой-то графикой то, чего люди на протяжении столетий не могли понять. Говорили, ну, кто-то уходит на небеса, куда? А атеисты смеялись, говорили, а у них там на небесах, на облаках верующие обитают. Гагарин летал, там никого не видел. Потом полетели, взяли еще более серьезный телескоп Хаббл. Говорят, о, мы посмотрели там до конца Солнечной системы и далее туда. И ничего там, никакого Бога не рассмотрели. А Стивен Хокин говорит, да, мы не рассмотрим его, если Бог есть, то он живет вообще в другом измерении, совсем в другом. И Голливуд говорит, да, есть другое измерение, знаете, кротовые там норы, пью, заодно в другое измерение. Можно как-то переходить, математически доказал. Если уже Голливуд воссоздал какие-то миры, которые мы не можем потрогать, то как Христос может их объяснить на страницах Библии? Не может никак. Наш разум не способен это охватить. Но что самое интересное, послание Библии и церкви было во все времена. Смерть побеждена. Она не так ужасна, друзья мои. И смотрите, интересно. Вот я всегда говорю, со мной люди спорят там в разные религии, всякие конфессии. Говорят, ну, христианство нелогично. Тут нет никакой логики. Вот у нас в религии, у нас все понятно. Один Бог, поклоняйся Ему, и все должны поклоняться. Кто не поклоняется, всем бошки отрубим. Все понятно, все логично. А у вас как все нелогично? Что-то вы верите в кого-то, что-то Он воскрес, всех любил, потом что-то умер, потом воскрес. Все очень у вас непонятно. Вот в этом-то и сила христианства, что это тайна. И дело в том, что вот то самое другое измерение, которое есть в Царство Божие, туда нам попасть невозможно. Почему невозможно? Потому что мы грешники по своей природе. Наша природа греховная. Мы ничего не можем сделать. И мы живем вот в этом обществе, которое само греховное. И живет по некой концепции. В жизни нужно попробовать все. Вот все, мал и стар, вот в эту философию верят. Надо попробовать все в жизни. Все. И иногда даже доходишь за какие-то пределы пастырского приличия, когда хочешь людям объяснить нелогичность этой теории. Я говорю, слушай, ну нельзя все попробовать. Не, надо все. Все курнуть, все отдыхнуть. Всех девок не перецелуешь, но надо стремиться к максимуму. И я говорю, слушай, ну ты мужик серьезный, да, да. Говорю, ну а что тебе геем вот не стать? Хоть на часок. Попробуй. И почему-то вызывает сразу смех. А у тех, ты что такое предлагаешь? Ну ты же сказал все. Видишь, боишься. А вдруг понравится. Так вот, в том-то и проблема, что люди изобрели себе бред рационализма и потом сами же от него страдают. Рационализм и христианство несовместимы. Они несовместимы, потому что Бог вне нашей логики. Он не тот, кого можно расписать каким-то образом математически и географически. Он хозяин вселенной. Он выше этого всего. И вот он захотел нас привезти из нашего земного проклятого царства в царство свое, в царство небесное, где не будет смерти, где не будет слез. И в это царство есть только один билет. Это кровь Иисуса Христа. Другого нет. И знаете, что удивительно? Кровь Иисуса Христа, она действует 24 часа в сутки. Она всегда открыта для тебя, чтобы принять к себе. И вот этот билет доступен каждому. Мы, люди, там сделали какие-то конфессии. Вот эта, эта конфессия та. У кого-то благодатный огонь сходит и говорит, это подтверждает, что мы особенные. Да, конечно, особенные. Мы все особенные. Только в Библии не сказано, что все, на кого сходит благодатный огонь, спасутся, а все остальные пойдут в ад. Такого в Библии нет. Но в Библии сказано, что все сыны Божии. Вот они, эти люди, принявшие Иисуса Христа, имеют спасение. А на кого-то сходит благодатный огонь. Слава тебе, Господи, мы рады. Пусть он на всех сойдет. И в нас благодатный огонь должен жить в сердцах наших. И это самое главное. Это наша надежда. Друзья мои, и вы знаете, я сегодня утром, сегодня утром ехал как-то на машине, еду прям, и раз колокола бьют, колокола с церквей. И у меня вот какое-то такое вселенское ощущение радости. Я сижу и думаю, Господи, вот с одной стороны мы такие люди наивные, такие банальные. Все церквушки, каждая моя самая лучшая. Нет, а вы в ад, нет, вы туда, вы и ваша религия туда. Люди переругались, я не знаю как. Но на самом деле Христос, Он объединяет. Люди до сих пор рвут Его тело, как на кресте, вот до сих пор. Каждый считает, что Его кусок самый правильный. Но Христос, Он смотрит и говорит, Господи, Отцу Небесному, чем занимаются? Ерундой, вместо того, чтобы все вместе праздновать Пасху, несмотря на некоторые различия. Мы с вами не спасаем людей других конфессий. Мы спасаем грешников, даже если у них крестик на шее, независимо от конфессии. И не лезем в другую церковь, если там человек знает Христа. Вот наша психология. И я еду, эти колокола, бэм, бэм, кругом, бум, гремят. И у меня какое-то другое, какое-то глубокое чувство радости. И я думаю, старевья что ли. Я прям, слезы у меня на глазах. Я думаю, какое счастье, что церковь жива на протяжении столетий. Как ее не пытались уничтожить, церковь. В 17-м году были тренды после 17-го года. Такие, что все, церковь никому не нужна. Никакая, ни евангельская, ни православная. Вообще верующих, сказал Хрущев, покажет последнего по телевидению в 60-х годах. Где Хрущев? А где церковь? До сих пор колокола бьют. Когда-то на Ближнем Востоке христианство цвело пышным цветом. Потом пришел ислам. И знаете, захватил практически все эти территории. И я порой со слезами смотрю, думаю, вот там. Там были отцы церкви. Александрийская была школа. Школа отцов церкви, которой проповедовали, учили. Сегодня это Египет. И буквально недавно как-то раз попадается фотография. Фотография после арабской весны, когда сожгли там большой процент христианских церквей, оставшихся. Сожгли в Египте. И вот, смотрите, руины древнего храма, колонны старые. И стоит молодежь. Молодежь, человек 20 ребят этих египетских коптов стоят, празднуют Пасху. Снизу подпись. Празднуют Пасху на руинах своего храма. И думаю, ай, в церкви что-то есть. Она всегда способна воскресать из мертвых. Сколько там этих армян там посреди Турции. Их мочили, мочили, мочили. Лишь бы они только ислам приняли. Они опять собираются на своих руинах, своих вот этих церквей, у которых нет золотых куполов. Их не за что там, вот знаете, хаять, как сегодня церковь хаять где-то, что богаты, разбогатели попы. Ну нет такого. Ну нет там золота в Армении этого всего. Нет ничего. Только туф, камень. И опять это христианство, этот светоч, он там живет. Посреди мусульманского мира люди приходят, молятся и прославляют Христа. И вот мне люди говорят, ну почему же ты все-таки не хочешь выбрать логику? Я говорю, потому что я не хочу верить в логичного бога. Мой бог нелогичен. Мой бог прощает, когда невозможно простить. Мой бог спасает, когда все поставили крест. Мой бог воскрешает и воскрес, когда кажется, ну смерть, это так разумно, это так последовательно. Однажды Христос разговаривал с двумя сестрами, с Марией и Марфой. Вот он разговаривает с ними, у них умер брат. Великое горе. Все знают, что никто не воскресает больше из мертвых. И вот в Иоанна 11 глава 25 стих Иисус говорит, Я есть в воскресении и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. Вот это местописание, вот именно это, я пишу на всех, на гробных камнях моих родственников. Там, где есть моя воля, моя возможность, я всегда пишу это именно местописание. Вот могила стоит, у моей мамы на гробном камне так написано, у моего прадеда это написано. И смотрите, какая глубина. Иисус посмотрел во время горя этих двух сестер и говорит, одной из них Марфе, говорит, Я есть в воскресении. Он не сказал, у Меня есть учение о воскресении. Я знаю, как добраться там как-то. Или, может быть, Бог простит, кто же знает, как там будет. Он говорит, Я, Я. И тебе нужно понять, что этот человек либо сумасшедший, либо он действительно тот, за кого себя выдает. Он говорит, Я есть в воскресении из жизни. Ох, Я в воскресении. И он говорит, ребята, уважение к смерти нужно иметь. В том смысле, что смерть существует. Но она побеждена. Она побеждена воскресением из мертвых. Это такая глубокая надежда для нас, глубочайшая. И говорит, и верующие в Меня, даже если умрет. А умрем мы все? Статистика смертей такова, что из ста человек умирает сто. И говорит, так вот, удивительно, что если и умрет. Дальше говорит, оживет. Он просто оживет и станет снова живым в другом, в том самом неизвестном мне царстве. И вы знаете, к сожалению, даже христианство сегодня поддалось этим трендам современного гидеонизма. Ну гидеонизм это когда потребление, потребление счастья в том, чтобы быть успешным, богатым, здоровым, обалдевшим от счастья и от всего, от денег и так далее. И современный мир действительно как никогда богат. Никогда не было в истории человечества такого изобилия в продуктах, в одежде, в транспорте. Сегодня нет этих проблем. Вот если взять в мировом масштабе. Да, есть страны бедные, но их можно накормить, собственно, завтра все. Я когда узнал такой факт, что в США в один день выкидывают столько продуктов, сколько в течение месяца можно кормить одну африканскую страну. Вот столько продуктов выкидывается, потому что не съедаются. Ну просто их не доставляют, дорого и так далее. Но в принципе человечество уже обалдело от самих себя. И сегодня уже даже в церкви начинают появляться эти тренды, вот мирские, не в том смысле, что они плохие. Конечно, Библия учит нас быть благословенными, успешными, но когда это тренды постоянные. Три шага, как стать супермиллионером. Как стать обалдевшим от жизни. Как выйти замуж, ничего не делая. Как стать мультимиллиардером, три шага к тому, как просто лежать, курить марихуану и быть богатым. Как нажать три кнопки и купить биткоины по самой дешевой цене. И ладно бы это были просто мирские какие-то тренинги. Они все больше и больше пробираются вообще в сознание христианского мира, в церковь. Я не против этих тренингов, я не против чего-то, но я хочу сказать, христианство вообще не об этом. Оно не об этом. Это только то, что приложится. А христианство о Христе воскрешен. И не дай Бог нам потерять эту связь со Христом живым воскрешен и эту связь с поколениями, которые были до нас. Отцы церкви, которые служили, которые жили с Богом. К сожалению, многие люди сегодня, очень многие люди, сегодня увлеклись. Вы знаете, как будто два есть тренда. Один тренд, это традиционные церкви, куда-то там, знаете, в века, в покойников, в древние времена, в черепа. Вот церковь должна выглядеть, как в времена средневековья. И вот туда. Другая сторона христианства, это все должно быть модно, современно, все только одни телефоны, проповедь только по телефону. Одежда самая современная. Рваные джинсы у пасторов, там рэп на сцене и так далее. И ты думаешь, что ж мы посередине-то никак не идем. Все время то тудой, то сюдой, как говорят белорусы. Я глубоко убежден, что надо и то делать, и этого не оставлять. Кстати, это была психология Иисуса. И я обратил внимание, что христиане точно так же, как и мирские люди, стали как-то хоронить своих умерших. И так как в нашей конфессии мы не молимся за мертвых, мы не кладем записки за них. Ну, мы не верим в это, потому что человек уже получил то, что он, собственно, прожил на земле. Но при этом мы теряем преемственность с теми, кто был до нас. И мы четко верим в одну позицию, в интересную, что если мы общаемся с мертвыми, это все, это грех, это бесы и так далее. И, ну, однозначно. Я учился в библейской школе, и я так был научен. Но понятие воскресения, оно имеет в себе очень сильную мысль. Воскресение, оказывается, дает возможность мертвым быть сегодня живыми в этом царстве. И иногда Бог дает просто какую-то командировку для живущих уже в Царстве Небесном на эту землю, чтобы они с нами пообщались, где-то нам что-то сказали. Это бывает крайне редко. Но моя Библия об этом говорит совершенно ясно, как и твоя. Смотрите, интересно. Иисуса спросили однажды фарисеи, говорят, ну, вот была женщина, у нее был один муж умер, второй муж умер, и так до семи. Чьей женой она будет на небесах? И Иисус отвечает очень витиевато, но одна интересная вещь. Он говорит, смотрите, Матфея 22, 31, 32. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И я когда раньше читал, думал, о чем он, почему он нормально не ответил на этот вопрос. Ну, будет она чьей женой? А Иисус говорит, да не парьтесь этим. Просто поймите, что вот в этом царстве, в моем царстве, который трудно уловить физически, вот там люди уже живут, и они живы сейчас. И он говорит, помните Авраама, Исаака, Иакова? Они сегодня живы. Вы знаете Моисея, Илью, вы знаете всех этих пророков, великих людей. Иисус другими словами говорит, они живы сейчас. И когда Иисус зашел на гору преображения, кто к нему пришел? Моисей и Илья. Они же умерли давно, но они пришли к нему и общались с ним. И ученики, когда увидели Моисея и Илья, какая была их реакция? Они не вспомнили Ветхий Завет, где сказано, не общайся с умершими, с мертвыми, не вызывай их. Они сразу поняли, что это не зомби, не духи, не бесовские проявления. Это просто из того мира кто-то пришел в этот мир для какого-то назидания. Вы знаете, слава Богу за Голливуд, говорю. Голливуд все-таки научился делать то, чего мы своими мозгами не могли воспроизвести. Вы знаете, бывает там какое-то измерение другое, оттуда. Здесь. И он живой. И Моисей стоит с Ильей и говорят, Иисус, все будет хорошо. Иисус говорит, да, я сам из того мира пришел, но тяжко. Мир злой. Люди продают друг друга. Столько предательства, столько нечестности. Мне самое тяжелое в том, что я это все вижу. Вот все остальные не видят, а я вижу. Все лукавство в каждом. Представьте, он все это видит. Он из другого мира. И Илья с Моисеем написано. Уищевали его, наставляли его, говорили, все хорошо, Иисус, ты пойдешь. И ученики, как они отнеслись, они не в ужасе убежали. Они сказали, давайте сделаем здесь трекущий. Так хорошо нам здесь быть. Я не видел умерших, которые пришли бы ко мне. Никогда не видел. И не хочу. Ну, страшненько. Да и вдруг с бесами можно перепутать. Всякое бывает. Но что интересно, моя мысль, к чему я веду? К тому, что жизнь людей, которые умерли на земле и живущие в Царстве Божьем, они сегодня живы. Это облако свидетелей, которые не отличаются от нас. Это просто другой мир, в котором они живут. И мы часто вот это теряем. Мы теряем в нашем сознании. Мы живем сегодняшним днем. Мы живем сейчас. И забываем, что до нас были тысячи и тысячи поколений людей, которые жили и которые уже пережили воскресение. Это мне так помогает моей душе приходить на могилу к моим предкам. Я прихожу и говорю, Господи, вот это моя мама. Она сейчас там, в другом измерении. Я не пытаюсь с ней разговаривать. Не пытаюсь. Но если бы Бог прислал ее ко мне в командировку, ну, мне было бы приятно, я думаю. И знаете, Иисус, когда воскрес, Иисус встретился с Своими учениками. Ученики как раз-то были испуганы. Потому что они понимали, человек не может воскреснуть. Давайте посмотрим. Вот после этого, что произошло, они задают вопрос. Воскрес как это? Как это воскрес? И смотрите. И они удержали это слово, Марка 9 глава 10 стих. Спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых? А что это значит? Вы знаете, сегодня люди так же задают вопрос. И он нормальный. Он актуальный. А что это значит воскреснуть? Ну, был мертвый, стал живой. Вот теоретически я понимаю. А как это физически? Что, кто-то может ожить? Мы такого никогда не видели. Это невозможно. Наша логика говорит, ну это невозможно. Потому что мы настолько к этому привыкли. Вот привыкли к этой жизни, которая кажется нам совершенно порядочной и логичной. Как когда-то люди верили, что земля стоит на трех китах, три кита на черепахе, и солнце крутится вокруг земли. Казалось, ну так логично, мы же это все видим. Мы ходим по плоской земле. Прошло время, и Коперник говорит, нет, ребята, вы все перепутали. И нарисовал новый мир. Люди смотрят, говорят, быть такого не может. Он говорит, да, именно так. Солнце, а вокруг него вращается земля. Нет ни черепах, ни китов. Что вот так могло быть? Да. И со страниц Евангелия, мой Христос, пророки, они говорят, да мы говорим вам о жизни вечной. Наша цель не о том, чтобы вы стали богатыми, успешными, обалдевшими и еще чем-то. Наша цель, что вы прожили жизнь здесь даже в страданиях, но знали ради чего? Ради воскресения из мертвых. Потому что вам нужен билет. Билет вот в это царство. Без этого билета никак. А билет кровь Иисуса Христа. Кровь Его. Только Он может покрыть наш грех. Только представьте, мы все с вами грешники. И Библия говорит, все согрешили лишены славы Божией. Римлянам 3.23. Все мы согрешили. Нет ни одного человека, который бы не согрешил. И вот кто-то должен был заплатить за наш грех. Многие люди это не понимают. Они как-то думают, ну Бог сидит, может простить, может не простить. Вот давайте я вам нарисую некую аналогию. Аналогия, которая рассказана в качестве притчи, возможно реальная история. Произошло это все в далекие времена в Испании, во времена Средневековья. Два родных брата, Себастьян и Диего. Вот двое живут. Родные братья, а часто бывает, что они совершенно разные. Диегос выбрал путь благочестивого христианина. Он жил, стал учиться в Мадриде, изучал там разные науки, в то время как другой Себастьян пошел путем разгульной жизни. Часто так бывает, грех берет свое. И вот эти гулянки, пьянки, таверни, драки, разборки, они не виделись несколько лет, хотя жили в одном районе. И вот однажды Себастьян, и люди вообще забыли, что у них есть братья, потому что живут совершенно разными жизнями. И Себастьян в пьяной драке убивает своего товарища или кого-то там в таверне. Все люди видят, видят кровь на теле, видят на его рубашке, видят нож в руках. И все понимают, он убийца. Его начинают ловить, тот выпрыгивает в окно, бежит по городу Мадрида. Полиция за ним бежит того времени, ловит его. И он понимает, он убил человека, теперь цена за это его собственная жизнь. И Себастьян бежит куда? К своему брату. Он знает, где он живет, прибегает к брату, говорит, брат, спаси. И брат говорит, Себастьян, я сколько раз тебе говорил, что ты так закончишь. И ты закончишь еще в аду, хуже того. Поэтому давай, одевай сейчас новую одежду, дает ему чистую одежду новую, сбрасывай свою кровяную, выпрыгивай в окно. Тот убежал, убежал и переехал в другой город. Прожил долгие годы там, в том городе. Тогда не было ни смс, ни писем, ни сообщений. Прошли годы, он даже изменился внешне, потому что постарел. И решил просто выяснить, что же с этой историей, чем она закончилась. Он вернулся в Мадрид по преданию. И когда приехал в свой город, стал искать дом своего брата. Нашел его пустым, стал спрашивать соседей. И соседи говорят, а, да, да, знаем его. Его, он же, его казнили. И тот говорит, как казнили? Он пришел к судье, судье говорит, подождите, подождите. Вы знаете, столько лет назад здесь произошло убийство. Что, чем закончилась эта история? Судья говорит, поймали убийцу, поймали, все, он был в рубашке, в той кровяной. Все его опознали. И он говорит, а что он сказал в ответ? Тот говорит, ничего, он просто молчал. Его на казнь повели? Он оправдывался как-то? Нет, нет, все признали, все, что это был он. И, кстати, он похож на тебя, надо же. Чем-то вы с ним похожи, не родственники. И тот говорит, это я, убийца настоящий. Судья говорит, слушай, прошло столько лет, уже все забыли. Виновник наказан, иди, сынок, с миром. Он нашел палача и говорит палачу, как вел себя человек, которого ты казнил за то дело? Тот говорит, совершенно спокойно, я просто отрубил ему голову, вот и все. Да, кстати, он оставил письмо и сказал, если кто-то придет, говорит, точно, это был он. И говорит, оставил письмо, если кто-то обратится, передай это письмо. И вот этот Себастин открывает это письмо своего брата. И в этом письме написано, Себастин, я молился за тебя, я делал все, чтобы ты изменил свою жизнь. Но ты выбрал путь греха. И я знал, что у тебя нет никакого шанса. И когда наступил момент полной расплаты, была только единственная возможность тебя спасти, это ценой моей собственной жизни. Поэтому я одел твою одежду, прикинулся тобой, пожалуйста, измени свою жизнь. Предание говорит о том, что Себастин сильно изменился. Но я убежден, что кровь Христа меняет не просто наши поступки, кровь Христа меняет нашу природу. И она дает эту возможность войти в то царство, которое мы не знаем. В то царство, в котором это облако свидетелей, живших до нас. Оно сегодня не просто они там ждут чего-то, они уже воскресшие. Они уже существуют и готовы ожидать нас. Сейчас, смотрите, крестная смерть Христа, это величайший акт истории. Просто величайший. Христос не умер для того, чтобы плохих сделать хорошими, но чтобы мертвых сделать живыми. Вот это цель Иисуса Христа, нас оживить. Интересно, Матфея, 27 глава, 53 стих, 51-53. Когда я читал это раньше, я всегда как-то смущался. Смущался, потому что есть в Библии какие-то пассажи, которые были непонятны мне. И вообще мы как евангельские христиане, мы обычно такие вот все гробовские темы обходим стороной. Но в Библии они есть, потому что Библия не боится смерти. Бог не боится ее. И написано, когда умирал Иисус на кресте, прямо в этот момент. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись. И вот смотрите дальше. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И войдя из гробов по воскресению его, вошли в святой град и явились многим. Вот я раньше читал, думал, ну Иисус воскрес, понятно, а зачем там говорить какие-то гробы, кто-то воскрес. А вы теперь представьте, в том-то и дело, что это и есть сила царства, из которого Бог иногда дает командировку кому-то. И вот во время воскресения Христа, сначала его смерти, потом воскресение, моя Библия говорит, какое-то произошло землетрясение. По земле произошло что-то, чего люди не переживали, какие-то катаклизмы. И в эти катаклизмы открылись гробы. Ну гробы это не наше понимание, там потому что людей не закапывали, а клали в пещеры, то есть отвалились камни. И оттуда вышли каким-то образом люди, которые жили до, они жили раньше. Они каким-то образом тела вот эти оставили там. Тела это как наша одежда. Надо понять, что вот эти черепа, наше тело, это просто наши кости, это как вот мой пиджак. Вот я пиджак сниму, положу куда-то. Ну что я за пиджак сильно переживаю, что его кто-то там поедает какие-то жуки или в гардероб сдают. Да нет, потому что я не есть мой пиджак. И наше тело это просто тело. Но Бог даст новое тело. И представьте, дает им новое тело этим людям. И они вместе с Христом воскресшим, они еще к своим родственникам приходят. Вот раньше мне казалось, что эта картинка какая-то зомбическо-отвратительная. А сегодня я подумал, это не просто какая-то плохая картинка, когда ты знаешь, что это точно твой родственник, воскресший из мертвых, который по-настоящему живой. И в нем нет ни этих вот глаз закачанных, вот этих вот походок. Он идет живой, такой же, как он и был. Представьте на секунду. И говорит, здрасте. И ты, аааа. И он же светится, он же в другом теле. И светится и говорит, слушайте, я пришел к вам сказать, что там есть царство. Оно точно есть. И поэтому не переживайте ни за что. Ни за ваши болезни, ни за ваше несчастье. Поймите, есть другой мир. Этот мир намного прекрасней. И вот тут наш мозг дает сбой. Потому что мы говорим, ну как это может быть? В том-то и дело, что христианство нелогично. Там сидит твоя мама, твой папа. Там сидит твой любимый дедушка. И знаете, ученики точно так же отреагировали, когда увидели Христа воскрешен. Тоже так же, они не поверили. Реакция людей всегда такая, потому что это нелогично. Христос подошел, стал есть рыбу с ними. Помните? И говорит, дух костей и плоти не имеет. А я проголодался. Что, Фома, сомневаешься? Вон, смотри, шрам. Клади палец свой. Тот, ааа, ааа, не знает как. Ам! Уф! Да не бойся, я не дух. Потрогай. И представьте, Библия говорит, как только прикоснулся Фома, он тут же упал на колени. Говорит, Господь мой, Бог мой. Почему у апостолов пришла такая сила проповеди Евангелия? Откуда эта сила взялась? В уверенности, потому что они видели людей, приходящих из этого царства. Иисуса сначала воскресшим, а потом других людей воскресших. Да, живших прежде. Но они живы. Потому что Бог наш, не Бог мертвых, а Бог живых. Для Него все до сих пор живые. Просто есть время, когда Бог говорит, иди сходи. Жук пришел к тебе. Радость. И теперь поменяем в другую сторону. Знаешь, какая вера пришла бы к каждому? Какие проблемы твои земные? Какая картошка не выросла? Какая там тебя с работы выгнали? Какая проблема твоей болезни? У меня вот царство. И апостол Павел говорит, наше жительство на небесах. Он говорит, там мое жительство. Здесь я живу, радуюсь. Да, хочу принести какой-то плод. Да, хочу быть успешным. Хочу быть, конечно, человеком здоровым. Хочу быть. Но это не все. Моя надежда. Туда. 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 И это царство, оно не измеряется нашим материальным миром. Астрофизики уже доказали, что есть другие миры, которые мы не можем познать. Которые за пределом нашего не только физического мира, а даже нашего сознания. И представьте, потом вечером люди смотрят на Иерусалим. И смотрят там, такие вспышки. Над Иерусалимом. Как в Голливуде, знаете, люди. Уходят. Говорят, мне пора. У меня увольнение на три часа. Все, дорогие мои, я пошел. Всех поцеловал. И все. Не уходи. Не уходи. Не переживайте. Мы встретимся в другом месте. И вспышка. Вшук. 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 И люди, в то время еще не читавшие Стивена Хокинга, они говорят, на небеса ушли. Мы не знаем, на небеса или не на небеса. Может, просто в другую дверь. Не знаем. Но они там. И они нас там все ждут. И на нас история не закончится. На нас. Это наша история. Потом будет следующая история. Потом Христос нас всех соберет в одно единое целое. И поймите, христианство убить невозможно. Невозможно. Если даже ты уйдешь, или, не дай Бог, я уйду от Христа, Христос от этого не изменится. Аминь. Аллилуйя. Я теперь по-другому стал ходить по кладбищу, я вам скажу. Я вообще хожу по кладбищу и вот думаю, хорошее место. Надо украсить его. Да. Ну, чтобы хотя бы предки говорили, ну, что ж ты, Павел, так за могилой плохо ухаживаешь. Ну, что ж такое. Так, ну, нет, она не нужна, эта могила, на самом-то деле. Но это уважение. Это уважение к тому, что мы просто преодолели страх смерти. Вот в этом всегда была сила христианства. И если ты имеешь это в себе, то ты будешь говорить, Христос воскрес, не просто как фразу, а будешь говорить с любовью и с глубоким посвящением всем, даже мирским людям. И вы знаете, мне Пасха, вот так нравится этот праздник. Он самый великий, как один мой, ну, как знакомый относительно сказал, говорит, я бы праздновал Пасху, он европеец, поэтому у него свое представление. Но мысль была хорошая. Он говорит, с большим размахом, чем Рождеством. Я бы, говорит, Пасху праздновал с боем курантов и с шампанским. Потому что, говорит, это великая радость, великая. Это воскресенье. У нас сегодня праздник, вот нам дали 10 дней гуляния, веселья. Начинается с майских праздников, мир, труд, май, потом у нас Пасха, Христос воскрес, потом 9 мая Гитлер Капут. Все как бы в одно. Мир, труд, май, Христос воскрес, Гитлер Капут. Так вот, из этого всего самое великое, это Христос воскрес. Знаете, я ничего против не имею кулинарии на Пасху. Единственное, если люди не придают этим яйцам и Пасхе какие-то мистические значения. Очень красиво, когда люди в праздник делают что-то особенное. Я даже вербу притащил на прошлой неделе, она просто сыпаться стала. Мне говорят, семья, да выкини ты уже, она сыпется. Я говорю, нет, мне нужно фиксировать Пасху, все, вербное воскресенье, мы ждем Христа, веток у нас нет пальмовых, что-нибудь воткнем. Мне нужны атрибутика, мне нужно ощущение, что это праздник. Мне нужны эти крашеные яйца вообще по всей России. Мне нужно здесь все, мне лично. Куличи, чтобы везде были, чтобы везде было написано, Христос воскрес. И вот с этими фейерверками, чтобы люди выходили и говорили, Христос воскрес. Столько пьяных бы поменьше, а так вот, чтобы люди целовались и говорили, Христос воскрес. К сожалению, сегодня и церковь так себя дискредитировала, что меньше и меньше людей в церкви. И знаете, почему их меньше в церкви? Потому что они услышат какую-то чушь и разочаровываются в Боге. Они услышат какую-то глупость, какой-то священник неправильно поступил и разочаровываются в Боге. Я сегодня, не православный священник, заступаю за православных священнослужителей. Я говорю, что вы пристали своим же епископам? Что вы пристали к своим-то, а вот он плохо поступил. Ну, плохо поступил. Ты-то почему Христа теряешь? Вот ты теряешь Христа, потому что твой священник гоняет на Мерседесе пьяный. Причем тут Христос? Христос здесь вообще ни при чем. Он же его и осудит. Почему ты сегодня покидаешь свою собственную церковь? Церковь, друзья мои, это не священник, не пастор, не священнослужитель. Это тело Христово, тело Его, тело, ломимое за нас. Единственная надежда мира, другой нет. И когда мне с других религий говорят, зачем тебе так нелогично? Я говорю, это потому что единственный путь спасения. Нет другого. Был бы другой, я бы, может, к вам пришел. Но нету другого. Вот и все. Вот так я живу. Аллилуйя, Аллилуйя. Давайте поднимемся. У Бога все живы. У Бога все живы. У Бога все живы. Все живы. И те, кто жили до нас и сегодня, все живы. Господь, благослови каждого. Каждого сегодня, Отец, на этом собрании. Благослови и дай Твою милость, Господи, во всем. Я прошу Тебя, дай церкви Твоей жизнь. Жизнь с избытком, Отец. Я благодарю Тебя за всех тех, кто жил до нас и кто воскрес, Господь. И дает надежду нам, чтобы мы жили так, чтобы воскреснуть. Христос сказал, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Потому что он даст мне новое тело. Даст новое тело Тебе. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе за эту надежду. И Ты воскрес из мертвых. Смерть не смогла удержать Тебя. И Ты дал импульс для воскресения большинства других людей. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Господи, вырви нас из этого, Господь, мой общество потребления. Вырви нас, Господь, из этой атмосферы только лишь желание обогащаться. Чтобы не потерять самое главное. Общение с Тобой, Господь. Радость воскресной жизни. Радость, Господь, мой общение с близкими людьми. Спасибо Тебе, наш Царь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Царь и Бог. Аминь. Давайте скажем, Христос воскрес, но третий раз. Давайте два раза, а третий я объясню, как надо. Христос воскрес. Христос воскрес. Вы знаете, я даже иностранцев научил говорить, Христос воскрес, воистину воскрес. Потому что во многих культурах у них нет такого. У американцев нет. Они просто говорят, Христос воскрес, и не отвечают, воистину воскрес. Я говорю, надо отвечать. He is reason. He is truly reason. Он действительно воскрес. А почему так говорить? Я говорю, а мы русские такие. А мы русские такие. Мы, россияне, мы говорим Надо еще сказать, что один спрашивает Христос воскрес А другой именно отвечает, преодолевая свою логику Воистину Воистину Я немцев научил всех моих друзей Они даже мне уже пишут Знаешь, раньше они мне просто писали Христос воскрес А теперь пишут мне И еще воистину Он воскрес Знаете, друзья мои, воистину Давайте третий раз скажем интересно Я когда скажу Христос воскрес Мы скажем не громко А просто положи руку на себя, на сердце И тихонько сам себе скажи Я верю, что Он воскрес Христос воскрес Я верю, что Он воскрес Воистину воскрес Аминь Аминь Сегодня домой Придете Наполнитесь такой радостью Чтобы даже мирские не поняли, что с вами произошло Все их яйца съешьте Все крашеные Они скажут А разве вам можно красить? Да какая разница? Главное красить куриные яйца А все остальное можно Можно и куличи все есть Все есть Пасху Поздравлять Целуйтесь с ними Чтобы ваша радость была какая-то сумасшедшая И они говорят Что с тобой? Ты говоришь Ну Он же воскрес Ну Он воскрес Как же еще-то? Только не бухайте Вот это самое главное А так радуйтесь Радуйтесь Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok